Интернет может помочь вам сделать многое. Это позволяет вам отправлять сообщения или разговаривать с друзьями и семьей, смотреть видео и слушать музыку, находить информацию практически по любому предмету и помогать вам, если вы хотите освоить новый навык. Однако, действительно важно помнить, что любой человек может использовать интернет по всему миру. Это делает его удивительным местом для пребывания, но вы должны быть осторожны. Это означает, что любой может написать что угодно или добавить фотографии или видео. Это означает, что иногда в интернете происходят плохие вещи. Это означает, что иногда они могут связаться с вами, когда вы этого не хотите. Если вы относитесь к нему так, как относились бы к реальному общественному месту, например, к местному рынку, вы можете оставаться в безопасности. Точно так же, как в общественном месте, вы должны блокируйте или игнорируйте людей, которых вы не знаете или которые вас беспокоят. Сохраняйте вашу личную информацию в тайне, например, кто вы, где вы живете или какие у вас пароли. Расскажите кому-нибудь, кого вы знаете и кому доверяете, если вы чувствуете себя некомфортно из-за чего-либо, что вы видите или испытываете в интернете. Будьте вежливы и уважительны с людьми и не беспокойте их. Все телефоны и приложения сделаны с настройками, которые вы можете изменить, чтобы убедиться, что вы в безопасности. Независимо от того, используете ли вы ватсап, ютуб, википедию, фейсбук, кайос, андроид или мобильные деньги, вы можете предпринять несколько простых шагов. К ним относятся блокирование людей, которые вас беспокоят, использование пин-кода для защиты вашего телефона или счета мобильных денег и принятие мер, чтобы прекратить просмотр плохого или опасного контента. Если в вашей семье есть дети, которые пользуются телефоном, помните, что им понадобится ваша помощь, чтобы оставаться в безопасности. Вы можете помочь им понять, как безопасно пользоваться интернетом, в том числе защитить их при использовании популярных интернет-сервисов. Например, вы можете сообщать о плохом или содержимом в Facebook или включить родительский контроль в магазине Google Play, чтобы они находили только подходящие приложения, игры, видео или музыку. Если у вас есть вопросы или вы в чем-то не уверены, может быть полезно посетить кого-то, кому вы доверяете. Например, вам может помочь агент вашего местного оператора мобильной связи. Интернет – удивительное место, но вам нужно быть осторожным. Выполнив несколько простых шагов, вы сможете обезопасить себя и свою семью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...